Под Тамбовом обнаружены средневековые захоронения. На человеческие останки XIII-XIV веков наткнулся житель села Донское во время земляных работ. Он также нашел украшения, которые стали интересны историкам. С такими находками тамбовские археологи готовы разрушить гипотезу мордовских коллег. Подробности у Валентины Слакиной. Путешествие во времени для средневековых украшений продолжилось странствиями по кабинетам. Всего за несколько недель изделия прошли через руки сельчан, экспертов, археологов и даже следователей. Последние должны были убедиться, что смерть их владельцев не была криминальной. Более того, выяснилось, что тела двух человек были погребены 7 веков назад. В связи с тем, что признаки криминального характера отсутствуют, в связи с этим было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. К нами было пародиностическое исследование в Крыльевском музее, которое подтвердило, что это действительно средневековое захоронение. Останки двух человек от 20 до 30 лет принадлежат мордве Мокше. Тогда, в 13-14 веках, женщин хоронили со всеми украшениями. В этой могиле найдено 7 изделий из бронзы и серебра. Цепочка, бусина, нагрудные украшения сюлгам и браслеты. Все три браслета сделаны из серебра. Вот этот, например, самый большой, весит 25 граммов. Но главная его ценность историческая. Историко-культурное наследие нашел Сергей Потапов, когда закладывал канализационный колодец. Первый череп появился на глубине 70 сантиметров. Сначала я, конечно, не подумал, что это человеческий череп. Я думал, какой-нибудь коровий или лошадиный, может, еще чей-то. Там же косточки попадались мелкие. А потом вся округлость появилась. Первый, который достал, он еще более свежий. А второй уже достал, я его хотел, вот эту черепную, значит, голову достать, чтобы она была как бы целая. Ну, а я начал вытаскивать, она вся развалилась, то есть труха. Найденные Сергеем артефакты вскоре станут экспонатами Тамбовского областного краеведческого музея. Археологи уверены, что на берегу ручья в Донском располагался могильник Мордвы Мокши. В переводе с мордовского название ручья Пякшель – Большая Липа. Видимо, на берегах этой реки росла большая, то есть широкая липа. А липа, если большая, отдельно она являлась священным деревом для мокшанского населения. Видимо, они справляли какие-то свои языческие обряды, и на этом месте впоследствии появилось вот это кладбище. Это уже второе найденное захоронение золотоордынского времени. Первое обнаружили летом в Бокино. Теперь тамбовские историки готовы разрушить теорию мордовских коллег о том, что Мордва покинула эти земли в XI веке. Археологи готовы начать раскопки в Донском весной. Правда, надо еще получить согласие сельчан. Сергей уже согласился на поиски на своем участке. Валентина Слукина, Александр Ионов, Виктор Марченко, Олег Щербаков, Область новостей.